Посмотрите, Tron Foundation владеет токеном Tron. Доходы, полученные от продажи токена, были направлены на приобретение BitTorrent. Теперь BitTorrent объявил продажу токенов BTT. Продажа токенов будет проходить при поддержке биржи Binance, у которой в свою очередь есть свой токен BNB. Какой-то обмен токенов на токены. Давайте в этом разбираться. С вами Богатейший Ди, я приветствую вас в новом выпуске. Сегодняшний эпизод будет посвящен Tron и всей шумихе вокруг BitTorrent. Я нашел для вас несколько очень интересных статей. Вам обязательно нужно на них взглянуть, особенно если вы инвестировали в Tron или являетесь фанатом их проекта. Друзья, если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк и подписаться, если еще не сделали этого. Лайки для данного видео будут как никогда важны, ведь фанаты Tron ему точно поставят дизлайк. Как вы знаете, я не очень-то люблю Tron, потому что, как минимум, их белая бумага является почти полным плагиатом. Весь позитив вокруг данного проекта строится на новостях и хорошем маркетинге, а в техническом плане все не так хорошо, как многим людям может показаться. Что мне особенно не нравится, так это постоянные нападки на эфириум со стороны Tron. Да, у них высокая рыночная капитализация, у них хорошая маркетинговая компания, но если ваша белая бумага является почти полной копией белой бумаги эфира, то очень странно писать в Твиттере подобное. Почему Tron лучше эфириума? 10 тысяч транзакций против 25. Нулевая комиссия против высокой комиссии. Периодическое сжигание монет и отсутствие сжигания монет. Язык программирования Java против Solidity. Огромные возможности расширения сети и их отсутствие. Награды разработчикам в размере 1 миллиона долларов и отсутствие какого-либо поощрения. 100 миллионов активных пользователей против небольшого количества. Вау, вот это заявление. Но сегодня мы не будем обсуждать всю эту войну, которая происходит в Твиттере. Также мы пропустим данную тему и на Реддите. Суть заключалась в том, чтобы пользователи создавали свои децентрализованные приложения на блокчейне Tron. Вот вам один из примеров. Так, мы можем рыбачить, используя фиш-токены. Я не мог представить, что они будут даваться за игру с токеном фиш. Но также есть гейм-токены, которые увеличивались на аккаунте просто за нахождение на сайте. Но оказывается, их ценность к Tron равна нулю. Просто аплодисменты. Сегодня мы поговорим об одной из крупных новостей, касающейся Tron. Сперва я увидел эту новость. Когда я увидел этот заголовок, сначала я подумал, что это какая-то очередная провокация. Иначе к чему все эти грандиозные планы, запуск продажи токенов BTT на Binance и все остальное. Но позже я нашел вот эту очень интересную статью, которая не получится кратко резюмировать. Поэтому мой вам совет. Займитесь своими бытовыми делами. Типа мойки посуды или похода в спортзал. И во время этого внимательно слушайте, что я буду говорить. Это будет что-то по типу подкаста. Я прочитаю всю статью. На самом деле, это вообще первый раз, когда я полностью читаю статью на видео. Я стараюсь этого не делать, но эту статью я все же прочитал. И это просто бомба. Итак, если вы инвестировали в Tron, постарайтесь снять розовые очки. Будьте реалистом и прочитайте или послушайте со мной эту статью. Начнем. На прошлой неделе блокчейн-платформа Tron объявила о запуске BitTorrent токена. Криптовалюты, которая будет связана с клиентом для обмена файлами BitTorrent. И согласно документам, создаст токенизированную экономику, основанную на использовании сети, пропускной способности и хранении. Которая будет работать на примерно 100 миллионах компьютеров, использующих BitTorrent. Сторонники-инвесторы Tron были в полном восторге от данного анонса. Генеральный директор Tron, Джастин Сан, охарактеризовал BitTorrent как токен, который обеспечит массовое внедрение блокчейн. Джастин также активно комментирует цену на токен Tron, которая выросла на целых 50% за неделю после известий о BitTorrent. Держатели Tron получат долю BTT через Airdrop, так что ралли цены Tron подразумевает, что рынок верит в планы Джастина по BTT. Существующий скепсис в сторону BTT можно обосновать. BitTorrent работает безо всяких токенов уже более 10 лет. Станет ли он очередным щиткоином, не несущим никакой реальной пользы, кроме изъятия денег у доверчивых инвесторов? Чтобы узнать больше, представители Breaker обратились к нескольким текущим и бывшим руководителям Tron, включая Джастина Нолла, нынешнего лидера интеграции BitTorrent и Tron. Мы не получили ответа от Джастина, но получили его от Саймона Морриса, который провел почти 10 лет в качестве руководителя в BitTorrent. Совсем недавно до изменения штата BitTorrent Моррис был ведущим стратегом компании. Его задача на тот момент заключалась в изучении потенциала блокчейна и криптовалют. Изначально это было так. Эй, вы посмотрите на этот пузырь, мы обязательно в этом должны поучаствовать, признается Моррис. Но позже он и его команда, которая, по его словам, состоит из очень талантливых инженеров, развивавших BitTorrent многие годы, обнаружили, что токенизация их программного обеспечения может оказаться очень полезной. Автоматические аукционы, распределяющие приоритеты внутри очередей на загрузку файлов, могут сделать всю сеть BitTorrent на 40% быстрее. Пока что все отлично, да? Теперь Трон анонсирует, что разрабатывает нечто подобное тому, о чем размышлял Моррис. Но сам Моррис считает, что блокчейн Трона ни за что не справится с объемом операции, необходимым для токенизации BitTorrent. Моррис также считает, что нет никаких оснований верить заявлениям Трона о BitTorrent токен или о чем-то еще. «Кажется, они движутся в том же направлении, в каком двигались и мы», — сказал Моррис. «Очевидно то, что они всегда будут говорить, как они движутся в правильном направлении, как бы ни обстояли дела, потому что это именно то, чем и занимается Трон. Это их мощная маркетинговая компания, наложенная на очень слабые технологии». Сейчас, являясь руководителем отдела безопасности, Моррис посетил офис Трона в Китае и провел большое количество времени, общаясь с Джастином Саном. Моррис уверен, что Джастин Сан безумно силен в маркетинге. У него подходящий характер для своих задач, но у него нет необходимой технической подготовки. Технически он слаб. Самое пугающее во всем этом, что его методы общения схожи с методами Трампа. Когда его ловят на лжи, в ответ от него вы получаете новую ложь. Нескончаемая ложь, вот что побудило меня поставить под сомнение всю эту идею». Моррис говорит, что приобретение компании Tron BitTorrent было практически завершено в мае 2018 года. Моррис покинул компанию BitTorrent в июле, когда решение получило публичную огласку. Тогда он и пришел к выводу, что создание каких-либо доверительных отношений с представителями Трона попросту невозможно. «У меня были очень откровенные разговоры с Джастином Саном о плагиате документов», — рассказывает Моррис. Он сказал, «Джастин, может быть, тебе следует признать, что ты был молодым и разрывался между идеями, но сейчас ты находишься на абсолютно ином уровне. Ты занимаешься созданием настоящего продукта». Я посоветовал ему обратиться в Силиконовую долину, а не продолжать притворяться, будто ничего не произошло. Ребята, речь идет о плагиате. Его реакция была следующая. «Мы пришли к общему выводу, что ничего подобного не было, поэтому мы двигаемся дальше. В это с трудом верится, ведь есть реальные доказательства плагиата». По словам Морриса, маловероятно, что Трон сможет выполнять транзакции со скоростью, необходимой для работы токенизированного битторрента. «Когда я был в битторренте, было совершенно ясно, что мощность сети Трона никоим образом не будет работать», — озадаченно рассказывает Моррис. «Для старта работы нам была необходима мощность в сотне транзакций в секунду. Здесь этого не найти. Вам впаривают всю эту чушь о том, что показатели сети Трон равны 10 тысячам транзакций в секунду. Это все просто дерьмо. Мы просто сотрем Трон, буквально уничтожим его». Кстати, как вы помните, в 2017 году было нечто подобное с CryptoKitties. Тут же описывается нечто подобное, что произойдет с запуском BTT на блокчейне Трон. Я подозреваю, что в конечном итоге они сделают что-то, работающее на каком-то центральном сервере. Они просто скажут «Взгляните, это Lightning Network для Трона или что-то, сделанное на основе Трона. Но это будет совсем не на базе Трона». Моррис продолжал работать с блокчейнами после ухода из битторрента и также пролил свет на некоторые заявления Трона технического плана. Весь этот бред о том, что это лучший блокчейн и что он намного лучше Эфириума, это вовсе не так. Это форк Эфириума. Они даже не удосужились применить обновленные меры безопасности. В анализе, проведенном Digital Asset Research, было определено, что клиент Java Tron произошел от Эфириум. Это очень долго не признавалось компанией Трон. Если все то, о чем говорит Моррис, правда, то токен BTT не сможет существовать так долго, как его предшественник BitTorrent. Это действительно шокирующая статья для многих фанатов Трона. Теперь меня интересует следующее. Действительно ли вы считаете, что проект Трон реально стоит почти полтора миллиарда долларов? Оставляйте свои комментарии по этому поводу. Что ж, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Подписывайтесь на канал.